МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии работы Динары Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите... ЧП в Караганде на улице Костенко рухнул балкон. В Караганду приехала индийская выставка. Как правильно рисовать узоры меди на коже и одевать цари, с места события расскажет Амина Смакова. Вода по цене золота в Абая подорожал источник влаги. ЧП в Караганде. На улице Костенко рухнул балкон. Находившиеся на балконе нанятые с собственников квартиры, двое работников были госпитализированы в больницу, где от полученных травм скончались. Трагедия произошла на выходных. А уже сегодня специалисты из района Вакимата рассказали журналистам, что у упавшего балкона не выдержало крепления. Амина Смакова о подробностях ЧП. Дом на улице Костенко. 32 года. Около месяца назад владелица квартиры заметила, что на балконе появились трещины и обратилась в Акимат. Однако районные власти махнули рукой и сказали Светлане Говоролюк, что там может воспользоваться балконом дальше. А представители ДЧС обещали прислать по почте заключение. Но активная хозяйка решила сама разобраться со своими проблемами и наняла рабочих. Для последних воскресенье оказался последним рабочим днем. Еще телевидение приехало. Мы закрыты, никого нет. Я. А когда подойдет хозяйка, не подскажете, что мы с ним? Мы сторонние люди. Сегодня представители районного Акимата уже отчитались перед журналистами. По их словам, у рухнувшего балкона не выдержало одно из креплений. Чиновники уверяют, мол, они советовали госпоже Гаврилюк разобрать балкон. Однако последняя совета не послушала. При приезде на место обрушения было установлено, что с внешней стороны двора балкон на квартире номер 7 на третьем этаже обрушился. Значит, по данным ЧС, причина обрушения балкона поступила выход из паза одного из креплений. Как дела обстоят с другими балконами старых домов Караганды, чиновник ответить не смог. Кто понесет наказание, пока за ЧП неизвестно. Амина Смакова, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Тем временем в Балхаше произошел аналогичный случай. Там пострадала трехлетняя девочка, выпав из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба областного ДВД, ЧП случилось на выходных. Малушку доставили в реанимационное отделение городской больницы с различными травмами. По данному факту проводится расследование. К сожалению, с приходом теплого времени года такие случаи не редкость, говорят ДВД. Полицейские предупреждают родителей о необходимости более ответственно обеспечивать безопасно детей. Вода по цене золота. В Абая подорожал источник влаги. Теперь абайским жителям придется платить по 600 тенге за человека. Возмущенных абайцев выслушала Мирамкуль Салкимбаева. Уже в счетчик внедрились. Уже мозги в счетчик вставляют. Сегодня в Абая главная тема не турецкой сериала, а повышение тарифов на воду. Возмущенные сегодня отложили все дела и вышли на митинг. По их словам, местный монополист Жигер Су поднял цену на источник влаги почти в 4 раза. Их такая схема расчетов не устраивает. Они не соответствуют нашим затратам. В предприятиях все большие убытки. В связи с этим, как и любые другие предприятия, мы вышли с заявкой. Департамент по регулирую естественных моноколий по Караганинской области это все проверил. Что соответственно наши затраты не соответствуют. И они ввели нам новый тариф. По словам абайцев, об увеличении платы на водоснабжение никто не оповещал. Одно сказали. Те, у кого нет счетчиков на холодную воду, будут платить 630 тенге. Это только на одного человека. Плохо, конечно. Разве можно поднимать? Не обоснованно ничего. Еще эти расценки сделали от количества людей. Нет, конечно они что хотят, то и делают. Только и могут цены поднимать. А качество, как всегда, нет. Ну нельзя же так вот это. Ну ладно, там через год, через пять там повысились. Даже в баню хожу, и то это повысилась цена. Два года назад было 200, а сейчас 400. А то, что они мотивируют тем, что вода-то и год подорожала. Ну а что скажешь. Ну какие. Мне кажется, что это должно вмешаться наше непосредственное руководство. Ну как руководство? Тут же АГИМА должно вмешаться в это все. И же там какие-то структуры, которые контролируются. На повышение тарифа водоснабжения повлияло и увеличение платы за электроэнергию. Это для нас большой расход, уверяет представитель антимонополии. Однако местный народ с этим не согласен. И счетчики ставим, и в счетчики внедрились. Какие-то тарифы на счетчик. Зачем? Счетчик показывает. Ну поставила ты куб 120. И бери за пять кубов. Нет. А завода у меня, правда, счетчика нету. Я одна 630. Возмущенные готовы идти до конца. Говорят, дойдут и до властей региона. Амина Смакова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Прокуратура пришла на помощь детям региона. В Карагандинской области заработала мобильная группа, которая выезжает по сигналу к детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С начала года специалистами областной прокуратуры были выявлены и пресечены 13 фактов ущемления прав ребенка. 11 детей было помещено в организации здравоохранения и образования. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сигналу, мобильная группа областной прокуратуры выехала в один из домов Федоровки, где была обнаружена 6-летняя девочка и ее дядя. Девочка-инвалид детства с диагнозом ДЦП была неумыта, кругом царил беспорядок, специфический запах и антисанитария. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мобильные группы по пресечению и предупреждению преступности среди несовершеннолетних и выявлении несовершеннолетних лиц, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, работают в каждой прокуратуре Карагандинской области. Сообщить о факте ущемления прав ребенка можно по телефону 77-28-25. Деятельность мобильной группы не является как карательная. В данном случае это идет как помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На выходных ночью из Турции в Алматы прилетели 10 карагандинцев. Все они больше суток пробыли в международном аэропорту Анталии. Наши туристы не смогли в срок вернуться домой из-за того, что турецкая авиакомпания Sky Airlines объявила о своем банкротстве и отказалась возвращать туристов на родину. Наши консульства пытаются решить возникшую проблему. Застрявшим туристам предлагают лететь до Алматы, Шимкента или Атырау. Напомним, из Турции еще в четверг должны были вылететь 200 казахстанцев, но вылетели только 10 человек. Все они карагандинцы. До Алматы наших туристов бесплатно заставила другая авиакомпания. Только вот до Караганды люди должны добираться за свой счет. Карагандинцы говорят, что эта ситуация испортила все впечатление об отдыхе. Напомним, что в Турции еще остаются туристы. Больше сотни из них карагандинцы. Министерство иностранных дел Казахстана обещает вернуть домой всех пассажиров, которые должны были лететь рейсом авиакомпании Sky Airlines до 12 июня. Под требованием отменить закон о повышении возраста выхода на пенсию казахстанцы собрали около 80 тысяч подписей. Прошлую пятницу на республиканских телевизионных каналах по этому поводу выступил глава государства Нурсултан Назарбаев. Принятый парламентом закон о пенсионном возрасте не был подписан и возвращен на доработку. Как к этим событиям отнеслись карагандинцы в следующем сюжете. Общественное мнение принесло свои плоды. Непопулярный в народе закон не принят. Сроки его внедрения с 2014 года передвинулись на 2018. Можно радоваться. Очень положительно и рада, что наш президент все-таки отложил на какое-то время и этот закон не был принят, в общем-то. Конечно, мы очень рады, что эта пенсионная реформа будет реформироваться только с начала 2018 года. Поэтому многие женщины очень рады и счастливы. Это правильное решение. Надо женщину уважать как мать, как сестру, как воспитанных своих детей. Вот в 2018 году посмотрим, а сейчас это радость всем женщинам, казалось. Несмотря на то, что президент назвал действия правительства и Национального банка по разъяснению реформы пенсионной системы неуклюжими, все же реформу он поддержал. Он отметил, что для многих европейских стран выход и мужчин, и женщин на пенсию с одного возраста – это норма. Я считаю, что это вообще неправильно. Люди нормальные, за рубежом все уходят рано, на пенсию уходят и начинают ездить по всему миру. А наши бедные пенсионеры работают, продолжают, потому что не на что жить. Мы в 50 уже никакие. В 70 так вообще. На бирже труда, если станешь на учетку, где они могут нам предоставить работу? Они не могут нам предоставить работу. Мне сейчас 54, да? Еще до работы, до пенсии. Вы знаете, что при всех заболеваниях, при нашей экологии, я считаю, что 67 или 63 – это уже некуда. Это получается нам умирать? Сколько людей, столько и мнений. Не все аспекты реформы продуманы до конца. Поэтому повышение пенсионного возраста предложено начать не с 2014 года, а с 2018 года, что позволит осуществить предстоящую модернизацию пенсионной системы с максимально полным учетом интересов всех граждан Казахстана. Ну, хотелось бы, чтобы еще подумали немножко над этой реформой. Все-таки жалко женщин, чтобы они уходили в 63 года. Я себе говорю, ну, а в принципе, решение, мне кажется, президента правильное. Я уже на пенсии, но я за 58. Действительно, этот вопрос требует обдуманности, хорошего обдуманности. Женщины будут бесконечно благодарны президенту, если он все-таки отсрочит это. Без поэтапного увеличения пенсионного возраста женщин расходы бюджета на выплату пенсии к 2024 году возрастут на 3 триллиона тенге. Это станет проблемой для будущих пенсионеров. Государство будет не в состоянии выплачивать пенсии. Модернизация пенсионной реформы подразумевает 10-процентный налог, 5% из которого будет платить работодатель. Для лиц, занятых в тяжелых условиях труда, это вот рабочие угольные промышленности Арселор Митл, значит, дополнительно по 10-процентным взносам, помимо обязательных 10-процентных взносов, еще предусмотрено 5% профессиональных обязательных пенсионных взносов, которые также президент предложил вводить поэтапно. Но и еще есть 5% тоже, по предложению президента, 5% от работодателя. То есть вот эта категория людей, она будет защищена тем, что у них будут достаточные накопления больше, чем у тех граждан, которые работают в обычных условиях труда. Карагандинцы с пониманием относятся к пенсионной реформе, но есть сомнения и некоторые предложения. Хотелось бы, чтобы он учитывал труд женщин. Мне кажется, те женщины, которые работают с тяжелым, то есть работа связана с тяжелым физическим трудом, да, вот им надо больше прибавить, потому что они теряют здоровье, работают на холоде, у них тяжелый физический труд. Это в отличие от тех, кто работает в офисе. Новое всегда неожиданно и нужно время, чтобы его принять. В законопроекте, когда будут его дорабатывать, учитывали тяжесть труда женщины, специфические их возможности. То есть, если это рабочая женщина, работающая на тяжелом труде, она должна, например, выходить 58. Учителя тоже относятся к такой категории. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Кайрат Рашидов, Первый Карагандинский. С новостями спорта вас ознакомит Берик Апаров. Берик, здравствуйте. Спасибо, Динара. Новости спорта через пару секунд. Производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. В Караганде прошел ежегодный футбольный турнир среди школьников. Десятки учеников со всего города каждый год соревнуются за призы этого турнира. Уже 13-й год подряд футбольное первенство собирает десятки юных мальчишек со всех школ шахтерской столицы. История этого турнира берет начало с 2000 года. И главным судьей соревнований неизменно остановился Баглан Кунагбаев. Ребята играют с огромным удовольствием. Этот турнир проводится с 2000 года по инициативе Шаймургена Бельмаженча Розалинова. Здесь награждение очень солидное. Он оказывает огромное влияние на развитие спорта в Караганде. Именно тем, что проводит такой турнир. Карагандийский шахтер, в данный момент проводящий учебно-тренировочные сборы в Алма-Ате, провел спарринг с клубом первой лиги «Илесаулет». И крупно обыграл клуб из Каскелена со счетом 5-1. Воспользовавшись паузой в чемпионате, шахтер отправился на тренировочные сборы в Алма-Ату, где команде уже успел присоединиться лучший снайпер премьер-лиги Игорь Зинькович. В минувшие выходные карагандийский клуб провел спарринг с клубом первой лиги «Каскеленским» «Илесаулетом». Одержав крупную победу со счетом 5-1, голами в составе горняков отличились Тажембетов, Ли, Вишнюков, Жанг Лэшбай и Сергей Малый. На этом у меня все. Занимайтесь спортом. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаю. Всего доброго. До свидания. Аман Сауболздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова